Братья и сестры, друзья, Христос воскрес! Бористос воскрес! Давайте мы повторим так, чтобы это было уж очень убедительно. Христос воскрес! Бористос воскрес! Слава Богу! Знаете, сегодня очень уникальное время, обстоятельство, когда мы, вспоминая или участвуя в заповеди Господней, вспоминая о Его смерти, о Его жертве, о Его ломимом теле и пролитой крови, мы сегодня также утверждаем, что Он воскрес. Он не остался во гробе, но Он жив. И тем самым, как мы пели о том, что через это открыт доступ к Отцу Небесному в ход каждому человеку, любой человек может прийти к престолу благодати и получить благословение от этого. Но мы сегодня, я бы хотел сегодня с вами немного поговорить о том, что мы будем делать и как это влияет или отражается на нас, на нашу жизнью, созидающие действия Вечерей Господней. Знаете, Вечеря Господня, когда Иисус Христос был со своими учениками в той горнице, это была очень важная встреча Христа с учениками. Это было важное общение для Иисуса Христа, для Учителя со своими учениками. Это был очень важный пасхальный, ветхозаветний пасхальный ужин, который переходил в новозаветнюю пасхальную вечерю, которую Иисус Христос совершал со своими учениками. Вечеря Господня, она также очень важна как заповедь. Это то, что Христос сказал о том, что это необходимо делать, это важно делать. Вечеря Господня сегодня оказывает величайшее значение на состояние нашей христианской жизни, на становление и созидание и имеет особое влияние на нашу будущность, друзья. Это Вечеря Господня. Это заповедь, которую мы будем сегодня совершать. Интересно, что один из комментаторов Библии, комментируя один текст, который говорит об этом, он говорит о том, что если мы хотим иметь жизнь, мы должны прийти и сесть за стол, где будем есть этот преломленный хлеб и пить это вино. И это по благодати Божией приведет нас в соприкосновение с любовью и жизнью Иисуса Христа. Чтобы нам жить, чтобы нам прогрессировать этой жизнью, мы должны прийти сесть, кушать и пить. Другой комментарий говорит о том, что мы должны воодушевляться той же перспективой и укрепляться в вере на примере претерпевшего над собой это поругание от грешников, чтобы нам не слабевать душой, чтобы нам иметь силу. Знаете, друзья мои, сегодня дьявол, он дает два обмана, он предлагает человеку два обмана, христианам, нам, церкви, относительно вечери. Во-первых, он обманывает, говорит о том, что это не важно. Да, может быть, тогда для Христа с учениками это было важно, для сегодня это не важно. И поэтому, если ты раз, два, а может, месяцами или годами пропускаешь, здесь ничего страшного. Второй обман, который предлагает дьявол, говорит о том, что да, это заповедь Господня, но это всего лишь формально, это всего лишь видимое, это всего лишь вот то, что мы внешне делаем. И знаете, попадая под этот обман, многие из нас, будучи христианами, никогда в жизни не испытали духовного действия, созидающего действия, которое имеет вечеря Господня, заповедь Господня. Я хочу сегодня прочитать текст, который повествует о той вечере, которая была у Иисуса Христа с учениками, и как эту вечерю или событие этого вечера описал евангелист Лука. Это записано во 22 главе Евангелия от Луки, из 24 стиха, будем читать. «И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания. Ибо сказав вам, что уже не буду есть ее, пока она не свершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказав вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе придет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил, подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». Так же и чаше после вечерей, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, «Кто бы из них был, который это сделал?» Был же спор между ними. Кто из них должен почитаться большим? Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне отец мой царство, доедите и пьете за трапезу мою в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых». На этом мы остановим чтение. Но дальше он обращается к Симону и говорит, «Симон, дьявол, он просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился тебе. Когда ты обратись, а ты утверди братьев». И он смутился. Петр говорит о том, что от чего обратиться? Господи, да я за тобою везде, во всякое время, и даже на смерть пойду. Петр, Симон, не пропоет петух, ты трижды тречешься от меня. И дальше он говорит ученикам о том, что идет время, когда я вам давал все необходимо, но теперь вам нужно будет позаботиться самим о себе. Более того, вы встретитесь в рожду. И он символически говорит о том, что вам нужен будет меч. Они говорят, вот мы готовы, Господь, вот два меча. Довольно, ставьте, мы не будем говорить об этом. Когда я читал это, перечитывал много раз эту историю, которая повествует о вечере Господней из всех Евангелий четырех, я обратил внимание на несколько аспектов, очень важных аспектов. Я увидел определенное настроение, которое было в этой вечере. Настроение Иисуса Христа, настроение учеников, определенные чувства участников или желания, стремления, о чем они думали, о чем они размышляли, что они видели, как эта вечеря вообще, это общение между учителями, учениками, оно повлияло на учеников, повлияло на тех будущих апостолов, через которые Христос созидал церковь. И вообще-то к чему она побудила этот ужин или эта вечеря, к чему побудила всех тех, кто участвовал. И это было, друзья. Я подумал, что если тогда это совершалось, то есть если тогда Иисус Христос имел определенную цель для этого ужина не просто вспомнить и благодарить Бога, Отца, за то, что однажды народ Его был выведен из Египта, но ей было что-то особенное, что-то важное, что хотел учитель передать ученикам, и чтобы это повлияло. И я бы сегодня хотел выделить три, на мой взгляд, важные, их очень много, но, на мой взгляд, три очень важные, скажем так, созидающие действия вечерей Господней, которые имели место в то время, во время, когда учитель, он совершал со своими учениками, когда Христос, он совершал и заповедал это делать. И что это может сегодня, какое действие может совершить в нашем сердце, в нашем мышлении, в наших чувствах и, в общем, в нашей жизни. И первое, что здесь очень важно, о том, что вечеря Господня, или тот ужин, который был между учительными учениками, и вечеря Господня, которую мы сегодня продолжаем по его заповеди совершать, она изобличает, то есть открывает, показывает настоящую сущность и исправляет состояние сердца, желание исправляет, мотивы показывает и исправляет. И говоря об этом, во-первых, я хотел бы очень отметить важный аспект или важную истину. Интересно, как евангелист Иоанн, он говорит, начинает повествование о вечере Господне, о том ужине, как он начинает. Он открывает причину, почему Иисус инициирует или организовывает этот вечер, почему для него это важно, какой был мотив Иисуса, чтобы сказать о том, что приготовьте, мне важно сегодня с вами иметь этот ужин, отмечая ветхозаветнюю Пасху, мне важно с вами сегодня пообщаться. Смотрите, что Иоанн пишет, это с нового перевода. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил». И вот другой перевод говорит, по-другому немного говорит, «И любя тех, кто последовал за ним в мире, Он решил показать, сколь беспредельна Его любовь». Вот это слово-сочетание «явил делом» или «решил показать», оно говорит о том, что что-то было у него внутри, что он хотел сделать явным. И тогда, когда он общается на этой вечере с учениками, он именно говорит об этом, что у него внутри, что его мотивирует, чем он живет, о чем он переживает. Христос открывает им свое сердце на этой вечере, Христос открывает свое расположение к ним, Он открывает свою привязанность к ним, Он показывает и являет делом свою любовь и свое посвящение ученикам. И именно на вечере, когда он говорит о Ветхом Завете, о том, что было, он говорит, что «сегодня я посвящаю себя ради вас и за вас». Именно на это Христос указывает своим ученикам во время вечера, когда говорит о своих переживаниях, о своих действиях. Мы читали, мы читали, что когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним. И он, смотрите, какие слова сказал, «я очень желал есть именно с вами». Не со своей семьей, как это нужно было делать, не прийти в дом отца своего Иосифа и матери Марию. Он говорит о том, что «я очень желал есть с вами этот пасхальный ужин». Эти слова говорят об отношении Христа к ученикам. Другими словами, он говорит о том, что «я очень привязан к вам, я очень сильно люблю вас, вы для меня очень важны, и время общения с вами, время приема пищи с вами, время отмечания праздника для меня очень ценно. Я очень хотел с вами иметь этот ужин». Он говорит, «я очень люблю вас». Дальше он говорит о том, что «и взял хлеб, и благодарю, и преломил, подал им». Говорит, «это тело мое за вас предается». И когда он берет чашу вино, говорит, «это завет моей крови, которая за вас проливается. Тело мое будет ломимо, тело мое будет врубито Христу за вас». Не потому, что это просто такой Божий план, чтобы что-то было показано или символически передать в ветхозавете. Нет, это за вас. Сегодня это ради вас делается. Другими словами, Христос указывает нам на глубину вот этой беспредельности своей любви, глубины своей любви, любви, которая не ищет своего, любви, которая видит проблему и нужду другого человека, в частности, в то время учеников и каждого человека, кто стоял за спинами этих учеников всего мира. Христос говорит о том, что «я люблю вас, и я жертвенно люблю». Это живет в моем сердце. Дальше, когда между учениками происходит спор о том, кто больше, кто будет главнее, он говорит о том, что «ибо кто больше, возлежащий или служащий? не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий». Христос говорит о том, что ту историю, которую описывает Иван, «я сегодня припоясался и мыл вам ноги, потому что я хочу вам служить, потому что это живет во мне, во мне эта любовь, которая побуждает или мотивирует меня смириться для того, чтобы служить, потому что я очень сильно вас люблю». Дальше он продолжает. «Ты как мой отец дал мне царскую власть, я так теперь даю ее вам». Он говорит о том, что для меня вы важны, я люблю вас, и даже то, что мне отец дает, я сегодня делюсь, я теперь, написано, я теперь даю ее вам, я делюсь ее с вами. Я хочу, чтобы вы имели то царство, имели ту власть, имели то право, имели то место, которое я имею». И Христос указывает на любовь, на внутреннее состояние свое, которое побеждает, делиться своим достоинством, делиться своими привилегиями, своей значимостью и возможностью. Он говорит о том, что я служащий перед вами, но в то же время я имею власть, которым я делюсь. Вы сегодня переживаете, кто больше? Я даю вам эту власть. В Царстве Божьем, не на земле. На земле у царей так, у правительной, но у вас не будет так, потому что я даю вам больше. И вот на фоне этого мы видим другую часть или другое настроение этого ужина. Вот это состояние сердца, души Иисуса, вот это, когда он наполнен беспредельной любовью, когда все его слова, все его действия, даже на этом ужине, они движены этой любовью, когда любовь Христа, которая наполнила атмосферу этой важной вечери, она выводит на свет другое обстоятельство. Она показывает ученикам или обращает ученикам на их сердце, что там происходит. А что происходит? Он говорит о том, что один из вас сегодня желает корости. Один из вас, он сидит здесь, и даже здесь сегодня он видит, что ему выгодно. И это приведет его к предательству и горе этому человеку. Затем он слышит спор. Здесь же, когда они друг друга спрашивают, «Не я ли это, Господи?» Интересен еще этот вопрос, друзья. Когда он говорит, учитель говорит о том, что один из вас предаст меня, никто не сказал, «О, это не я». Они начали спрашивать, «А не я ли это?» Это значит, что они что-то замечали в своем сердце, что-то нет. Может быть, что-то есть во мне, что приведет к этому поступку, к этому злу. Не я ли, учитель? Ну и здесь же, не после этого вопроса, прошло несколько времени, несколько минут, может быть, они начинают спорить, а кто главнее? А кто должен сидеть по правую сторону, кто по левую, кто дальше? Как это распределится, власть или главенство, или важность? Дальше Петр говорит о том, что, Господи, да я никогда в жизни. Нет, я с тобой на смерть. Это самоуверенность, это надменность. Дальше он говорит о том, что вы встретите вражду, они готовы браться, чтобы отвоевывать свою безопасность, воевать. Это то, что на фоне открытости Иисуса, на фоне Его смирения перед учениками, на фоне Его беспредельной жертвенной любви, друзья мои, это выглядит очень трагично. Но, тем не менее, вечеря это показывает. Но более того, друзья мои, но более того, во всем этом Христос, смирении, любви к ученикам, Он побуждает, Он заботится, чтобы эти обстоятельства, или это состояние, оно исправилось. Он побуждает отказаться от земных, может быть, эгоистических, может быть, каких-то своих стремлений, мотивов и принять благословенную часть, принять благословенное состояние. Он не называет имени предателя, но тем временем Он указывает и дает обратить внимание самого Иуды на это. Иоанн говорит о том, что когда Иуда обратился к нему и сказал, не я ли это, Он ему сказал, это ты, делай то, что ты делаешь. Как бы Иисус дает еще шанс. Вот здесь остановись. Тогда еще Иуда не понимал, что он будет предавать. Он всего лишь был зависим от своих коростных желаний. Это владело им. И написано вот тогда, когда Он сказал, делай, что ты делаешь, дьявол пришел в его сердце. И тогда Он решился на этот поступок. Другими ученикам Он своим личным примером указывает на то, что делайте, как я. Поступайте. Я вам умыл ноги, и я показал пример. Он говорит о том, что среди вас, да не будет так. Я показываю вам пример. Я среди вас служащий. Указанная самоверенность Петра, Христос говорит о том, что, Симон, я молюсь о тебе. Я молился о тебе, чтобы ты изменился. И когда ты изменишься, когда пройдет твое обращение, ты еще послужишь мне. Я еще доверю тебе важное служение. Апостол Павел, говоря о состоянии сердца и души Христа, когда он пришел на эту землю, чтобы послужить народу, чтобы спасти, он говорит о том, что он смирил себя. И даже до смерти креста, и обращаясь уже к церкви, обращаясь к христианам, он говорит о том, что у вас должны быть те же чувствования. Посмотрите, это длится и продлевается и в церковь. Апостол Павел говорит о том, что когда мы вспоминаем или когда мы думаем о том, что сделал Христос, обратите внимание на свои чувства. У вас должны быть те же чувствования. У вас должно быть то же сердце. Вечеря Господня, друзья мои, это время. Это время и место исцеления. Это время и место укрепления наших сердец и наших душ. Друзья мои, Вечеря Господня, это время и место исправления и утверждения наших желаний, когда мы посвящаем себя для служения Господу. Когда мы участвуем Вечерей Господней, происходит духовное влияние, друзья мои. Это не только видимость и не только символы. Есть духовное влияние, что происходит сейчас, в этот момент, когда мы участвуем Вечерей Господней. Любовь Христа, беспредельная, бесграничная и глубокая любовь Христа, она показывает нас и она исцеляет наши сердца. Она дает силу для этого исцеления. Если мы осознаем эту любовь, если мы принимаем эту жертвенную любовь, Иисуса Христа, мы принимаем исцеление. Если этого не происходит, друзья мои, если не происходит это влияние внутри сердца, это значит о том, что мы до конца не понимаем любви Христа. Это говорит о том, что мы не соприкоснулись с ней. Это говорит о том, что мы не причащаемся реально его смерти, мы не причащаемся его жизни. Для нас это не является духовным актом. Вечеря Господня это духовный акт. Друзья, Христос настолько благ к нам, милостью к нам, Он настолько любит нас, Он оставил эту заповедь именно для того, чтобы мы, соприкасаясь с Его любовью, причащаясь к ней, получали исцеление нашим сердцам, получали исцеление нашим душам, нашему разуму, нашим желаниям и нашим мотивам, чтобы мы не оставались, может быть, в своих обидах, каких-то коростных желаниях, чтобы нас не беспокоило о том, что заметили нас или не заметили, но чтобы мы по примеру Его могли служить Ему, служа другим. Он оставил эту заповедь, чтобы мы, проходя испытания, друзья мои, проходя трудности, быть может, все возможные борения могли утверждаться и укрепляться в нашей любви к нашему спасителю Господу и в нашей любви друг к другу. Вечеря Господня это время и место, когда Бог касается наших сердец, когда Он открывает для нас наши сердца и когда Он хочет исправлять их. Поэтому апостол Павел пишет о том, что доиспытывает себя человек и таким образом пусть Он вкушает хлеб и пьет вино, доиспытывает, посмотри на свое сердце. И сегодня любовь Христа здесь для того, чтобы исцелить, чтобы изменить и чтобы дать настоящее. Но есть и другое обстоятельство. Почему после этого ужина, после этих разговоров Иуда все-таки пошел своим путем? Почему после того, как Христос указал Петру о том, что Симон, ну отречешься ты, петух не пройдет, ты три раза отречешься. И как есть так высказание о том, что знал бы, где упадешь и соломку бы поселил. И вот как бы Петр уже знает, и вот быть бы на чеку, учитель же сказал, что я могу отречься, значит нужно контролировать, почему это произошло. Итак, осознание величайшей любви Христа, соприкосновение с ней, переживание этой любви открывает нам наше состояние, чтобы нам исцелиться, чтобы нам укрепить наши души, чтобы нам утвердиться в правильных позициях. Но есть еще очень важная часть в этом, друзья, это наше решение. После того, как мы осознали любовь, после того, как мы увидели свое состояние, это наше решение. Очень хорошо об этом говорит автор послания к Еврея, к Еврея, в 12 главе. Мы знаем этот текст, и я его хочу прочитать с нового периода. Мне кажется, здесь более вот нашим уже языком понятным здесь описано. Отбросим то, что мешает нам, а также и грех, который так легко пристает к нам, и с терпением, и упорством последуем предназначенным нам путем. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позором, и сейчас Он сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Когда мы смотрим на Иисуса, то, что мы делаем во время вечеря, когда мы размышляем о Нем, когда мы размышляем о теле и о крови Его, происходит духовное действие, друзья мои. Происходит утверждение нашей веры. Мы обретаем духовную помощь, как здесь говорит, мы читаем в Евреям 12 главе, которая укрепляет наш дух, которая исцеляет и укрепляет нашу душу даруя силы. Но здесь мы также, друзья мои, мы видим, что это связано с очень важным фактором. Это все обязательно будет побуждать нас к определенным решениям. И здесь автор говорит, отбросьте, оставьте все, что не соответствует призванию Христа, отбросьте все, что тяготеет, оставьте все то, что является грузом и мешает этому призванию. Приложите все старания. Вот в этом периоде очень четко написано о том, что с терпением и упорством, то есть приложите старания, чтобы быть послушным Христу, приложите все старания, чтобы идти Его призванием, чтобы остаться на этом пути, чтобы подражать Ему, чтобы совершать свое служение, которое Иисус доверил, как своим последователям на этой земле. Итак, Он говорит о том, что когда вы размышляете, когда вы думаете, это исцеляет, это укрепляет, это утверждает, это дает силы, но также приложите все старания. Интересно, что когда вечеря происходит у Христа с учениками, Он также к определенным вещам призывает. Тогда, когда Он умывает им ноги, тогда, когда Он им служит, Он говорит о том, что вы должны омывать. То есть вы должны, я вам показываю, я, ваш учитель, я показываю пример, но вы теперь должны решить это делать тоже. Я дал вам пример, чтобы и вы для других делали тоже. Своим примером я показал на ваше решение, которое вы должны принять. Вы должны решить это делать. Да, духовное есть влияние, и я вам в этом помогу. И моя любовь будет мотивировать вас это делать, но решите это делать, и тогда вы получите благословение. И когда мы участвуем в вечере Господне, друзья мои, мы свидетельствуем, мы возвещаем о нашем внутреннем духовном решении. Когда я в руки свои беру хлеб, или когда я беру вино, чтобы вкусить и выпить, я свидетельствую, я возвещаю о том, что я принимаю решение или я принял решение, я стою в этом решении подражать Христу, по примеру, нашего Господа Иисуса, служить, жить соответственно Его учению. Интересно, что эту же связь между жертвой Христа и нашим решением также мы можем найти в Евреям 9 главе. Но тем более кровь Христа, который в силе вечного Духа принес самого себя, как беспорочную жертву Богу, очистит нашу совесть запятнанную делами, ведущую к смерти. Автор говорит о том, что вот кровь Христа, она произведет духовное действие, она очистит, она освободит, может быть, от ненужных желаний, стремлений, мотивов, может быть, уже когда мы сделали какой-то грех, она освободит это. Но для чего? Чтобы дальше нам принять решение. Она открывает возможность, но воспользоваться этой возможностью, друзья мои, это наше решение. И именно вечеря Господня, когда мы вспоминаем о страдании Христа, когда мы вспоминаем о Его любви, Его жертву, она побуждает к этому решению. Христос, когда находился с учениками, Он не только показал, открыл свою любовь, рассказал о ней, явил ее делом, Он не только открыл состояние сердца учеников, каждого, даже Иуды, Петра и других, Он еще побуждает их определенным решением. Иуда, не делай этого, у тебя есть шанс. Петр, подумай, не будь таким самоуверенным, приими решение, доверься мне. вечеря Господня побуждает и вдохновляет нас к решению посвятить себя Христу, к решению подражать Его служению, к решению на деле явить принятую, нами принятую жертву Иисуса Христа. И еще очень важный фактор, что делается во время вечери. Интересно, что Христос указывает на особенность быть сопричастниками Ему, на особенность быть соучастниками в Его служении. Он не говорит о том, что, ну так как вы со мною сегодня властвуете, так как один из вас сидит по правую мою сторону, а я могу управлять этим миром, я могу сказать направо и налево, и мои слова решают все, а вы сегодня по правую, по левую и дальше эту власть отдают. Он говорит о том, что нет, быть причастным ко мне, к моему служению, это значит прибыть со мною в напастях моих. Он показывает о том, что Его служение, Его жизнь здесь на земле, это не то, что они думали, это не то, что они ожидали, что вот восстановится царство, и они сядут и будут и будут править. Да, придет это время, и Христос указывает. Но смотрите, это не путь признания, это может быть наоборот, многие будут не понимать, многие не примут. Возможно, когда-то придется быть отвергнутым, возможно, когда-то быть униженным придется, возможно, в чем-то ущемленном, и Христос об этом говорит. Наше решение совершать свое поприще, подражая Христу, являя мир Его, любовь, это нелегкая жизнь. И сам Христос об этом указывает, Он говорит в Своем служении, будучи на земле, Он говорит о том, что вам нужно отречься от себя, вам нужно оставить свое Я и взять крест, и взять ношу, чтобы идти за Мною. Он говорит о том, что в мире вы будете иметь скорбь, вы будете иметь скорбь. Он, предупреждая, говорит о том, что ученики или друзья мои меня гнали, и вас будут гнать, меня не принимали, и вас будут не принимать. И уже в конце своей вечери Христос предупреждает учеников, что им нужно быть готовым. Когда его не станет рядом с ними, им нужно, они встретятся с определенным враждебным отношением к себе. Им будет нелегко. Он говорит им о том, что кому-то придется тоже положить свою жизнь. Но есть и другая сторона, о которой здесь говорит Христос. И Христос указывает на важное благословенное причастность Ему. На важное благословение, если человек причастен Его служению, если человек сопричастен Его жертве, если человек сопричастен Ему телу и Его крови, если человек принимает на себя это, сегодня это нелегко, сегодня это жизнь борьбы, жизнь, наполненная, может быть, испытаниями. Друзья мои, но это путь. Говорит Христос о том, что это путь к величайшему благословению и более того, к вечному благословению. Временное служение закончится, временные испытания закончатся, напастия, которые являются временными, они закончатся. Но вы принялись со Мною, но вы прибыли со Мною в напастях Моих. Я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезу Мою царство Моим и сядете мне при столах судить двенадцать колен Израилю. Другой перевод говорит, и как Мой Отец дал мне царскую власть, я теперь, сейчас даю ее вам, чтобы вы могли есть и пить за Моим столом в Моем царстве. Другими словами, Христос говорит, друзья мои, что, что вы сегодня принимаете вечерю от меня, свидетельствует о том, что однажды мы снова будем вместе вечерять. Мы снова будем сидеть за одним столом, но это будет уже в Моем царстве. И это будет уже там, где я на престоле, вы будете со мной, за Моим столом, у Божьего престола. И более того, он говорит о том, что вы сейчас думали, как бы сейчас иметь эту значимость, иметь это главенство, важность, и чтобы быть важнее, он говорит о том, что каждому из вас ожидает престол. Каждый из вас уже сегодня получает власть, чтобы там, в будущем, в царстве Моем, иметь эту власть. И сегодня, друзья мои, это очень важное действие вечеря Господней. Христос говорит, я сейчас при этой вечере даю вам власть. Я сейчас даю вам право на царствие Божие. И пусть эта власть, это право будет в вашем сердце вдохновляющим свидетельством и силой каждодневной жизни, к служению, которому вы придете через некоторое время, в испытаниях, когда вы будете претерпевать на себе, в напастях, которые были у меня, и дальше они будут у вас, в борениях, в решениях. Пусть вот эта власть, это право на царствие Божие, она будет свидетельствовать о том, что я с вами, о том, что вы со мной, о том, что вы не оставлены, о том, что вы имеете будущность. Когда мы участвуем в вечере Господней, мы обретаем внутреннее духовное свидетельство, мы обновляемся в этом свидетельстве, что Бог видит нас как участников Его небесного пира. И не просто участниками, но тех, кто на этом пире сидит со Христом на престоле и имеет власть. Интересно, что когда Христос, Он молится своему Учителю, Он говорит не только о власти, Он еще говорит о том, что «Ты дал мне власть, и сегодня эту власть передаю». И тогда, когда мы… Я хочу, чтобы они были вместе со мной там, и чтобы эту власть и славу они явно увидели через заповедь воспоминания о жертве Христа, через заповедь причастия к служению и к смерти Христа, Христос дает духовное свидетельство о Его обещании. Обещании о том, что кто верен Ему, кто верен Ему во всем и до конца, будет вместе с Ним в Царстве Его, в Царстве Божьем. А также Он разделит с ними свою власть, свою славу и свой венец. И через это Христос утверждает нас и созидает нас как Его последователей. Я бы хотел, чтобы мы задали себе несколько вопросов. Чтобы этот вопрос был для тебя, чтобы этот вопрос был для меня. Является для меня и является для тебя, Вечеря Господня, духовным актом, производящим изменения сердца. Когда я участвую или ты участвую в Вечере, касается ли это моего сердца? Что происходит во мне? Или, может быть, это стало просто обрядом для того, чтобы раз в месяц прийти и сделать это? Вдохновляет ли меня или вдохновляет ли тебя, Вечеря Господня, на подражание, на определенные решения, на подражание Христу в служении людям, когда вокруг нас люди? Утверждает ли меня и тебя Вечеря Господня в ожидании вечной жизни в Царстве Христа? Друзья, через несколько минут мы будем участвовать в Вечере Господней. Давайте мы молитвенно приготовим себя к тому, чтобы сегодня, в это время, Сам Христос, Его благодать, чтобы Его беспредельная, вечная, жертвенная любовь сегодня по-особенному посетила наше сердце, посетила нашу душу, посетила наши мысли, и чтобы тогда, когда мы возьмем этот хлеб, возьмем это вино, и когда мы будем затем выходить с этого зала, чтобы мы не были такими, как мы заходили, чтобы что-то новое, новые желания, новые мотивы, обновленное наше сердце, обновленные наши решения, во славу Господа, они были в нашей жизни завтра, когда мы будем в семьях, на работах, в обществе. И пусть Господь в этом благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok